В общем, смысл игры заключается в том, чтобы собрать как можно больше этих покемонов. Ходя по разным локациям на карте, на реальной карте, то есть реально по городу, ходишь, собираешь их. Помимо этого, ты можешь ходить в разные там покестопы, собирать разные вещи в этих покестопах. А после, с помощью этих вещей, можешь там лечить покемонов, улучшать их и так далее. Смысл в том, чтобы потом набрать как можно более сильную, скажем так, команду из этих покемонов. И можно было атаковать там разные, ну как сказать, джимы, там они называются. В общем, с этими джимами нужно это самое, приходить там уже с прокачанной командой. Иначе вас просто там, ну как бы убьют быстро и вам придется тратить опять свои вещи. В общем, в этих джимах, то есть там стоит как бы какой-то, знаете, лидер что ли, что-то такое. Если у вас, как говорится, войско сильное, то есть вот эти покемонов команд, то вы можете попробовать атаковать и занять этот джим. Соответственно, каждый джим приносит там сколько-то очков, там, я точно не помню. А, нет, независимо от количества джимов, там, по-моему, всего дается 100 монет каждый день в 9 вечера, если вы владеете этим джимом. Хоть одним. По-моему, только так вот, да. Вот, подробнее об этом вы можете посмотреть в других видео в интернете. Очень много сейчас видео по этой игре вышло. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Соответственно, так вообще, то есть как бы игра достаточно простая, привязана к камере, то есть ее дополняешь с этим самым... То есть дополнена реальность, она как так называется. То есть включается камера, и ты этой камеры водишь там вокруг себя, и ищешь этого покемона. Он там будет такой, как компьютерная графика нарисован, и кидаешь там этот шар, ловишь его. То есть вот процесс лог, в принципе, достаточно простой. Также вот, если у вас там, например, накопились несколько одинаковых камеров, вы их можете, соответственно, как сказать, там продать. Продать, продать, продать профессору, профессор там, я не знаю, что он с ними делает, может он их там складирует, где, ну, ему присылаются сотнями эти, я не знаю, куда он их там маринует или там, но еще что-то страшное там, на запчасти пускает, возможно, там, я не знаю. В общем, значит, такой вот бизнес тут налажен в игре. Если у вас их много, можете как бы попродавать, а он за это вам конфетки будет давать. То есть с помощью этих конфеток вы можете улучшать покемонов именно того, кого вы отослали. То есть конфетки даются конкретно на каждого покемона отдельно. То есть на каждое наименование покемона свои конфетки. Вот, в принципе, такая вот система улучшений. Ну, а все остальное вы можете купить за реальные деньги и спокойно пользоваться и не тратить время на то, чтобы себе какие-то конфетки потом доставать, еще что-то там или продавать этих покемонов. В общем, я смотрю, здесь в Японии многих там такие уже уровни, что я хрен знает, как они смогли за один день так быстро прокачаться. Походу, они 100% вкладывали реальные деньги в эту игру. И, как я уже говорил, это немалые деньги. Обычно там это от 10 тысяч йен и выше идут суммы. В среднем порядка 30-40 выходит. Ну, вот, значит, что тут можно еще сказать. Вот это та же Шиба. Здесь вход в Лэнд, как это, Марк Сити. Шиба и Марк Сити. Там интересный достаточно вход такой с зеркалами сделанный. То есть я сейчас немного покажу. То есть вот так вот входишь. И вот такие вот зеркала идут по бокам. Днем это классно смотрится, особенно во время этого солнца, когда это все отражается. Классненько так выглядит. Вот сам этот Шиба и Марк Сити идет. И, соответственно, здесь вот вход туда. И это идет напрямую до Шибовой станции. А потом туда вниз спускаешься. И там можно на Кею сесть или там на Яманото линию. В принципе, те, кто был, они знают. Ну, а те, кто не был, вот вам, как говорится, подсказка. Если хотите. То есть не идти постоянно через толпу по низу там. Нормально, спокойно пройтись по коридору. Вот здесь вот самый лучший вариант. Причем там эскалаторы стоят. И можно спокойно подниматься на них. То есть, ну, все для людей, в принципе. Если вы, как говорится, идете с детьми особенно, то я не думаю, что вам будет доставлять большое удовольствие идти через толпу с пьяных японцев. Потому что японцы реально здесь постоянно пьяные в этом районе. Так что здесь, как я уже говорил, основная масса кафе, баров, ресторанов. Все гуляют, все отдыхают. И, ну, многие спят, многие напьются. И тут прям падают и валяются прям на дороге на асфальте. Или где-нибудь около лавки. Там, может, в кустах. Или где-нибудь у дерева. Оперлись там спиной, прислонились и все. И спят до утра, а потом на поезде едут домой. Потому как здесь, ну, ночью поезда не ходят. То есть, только в 12, по-моему. А, в 12.30 последний поезд отсюда. Вот такой вот район интересный. Ну, а так как здесь много ночных клубов, разных караоке и тому подобных, люди просто идут туда и до утра тоже там тусят. Ну, в общем, тусовочный район. Если вы будете в Токио, обязательно посетите Шиба. Это очень красочно, интересно. И это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Особенно тот перекресток с кучей народу. Это прикольно, реально. Вот, например, лифт такой вот сделали. Снизу желтым горит, а сверху белым. И как бы так, как будто наполняется. Ну, или там, типа, опустошается. Такие два сосуда сделаны. Анимация. Вообще в Японии очень много таких вот ночных, скажем так, иллюминаций. И этому уделяют очень большое внимание. В том числе и рекламе, и всей вот этой вот системе света. Потому что каждый магазин хочет выделиться и привлечь как можно больше клиентов. Соответственно, и рекламу заказывают постоянно на каждый магазин. Свою. Даже если в этом, например, здании таких, ну, фирм, например, штук 8 или 10 на каждом этаже. Вот, например, вот как вот здесь, вот видите, четырехэтажное маленькое такое здание. А, нет, не здесь. Здесь одна кафешка занимает все. А вот чуть дальше, вот, вот там видно прям вот на каждом этаже, там вывеска такая идет. И там написаны разные эти самые названия контор. Вот обычно так вот все делают. То есть, если вы идете и вы не находите свой кафе, посмотрите наверх. И, возможно, будет название данного кафе наверху. Ну, а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.